В выставочном зале Бреста прошло открытие выставки под названием «Магия творчества». Экспозиция продемонстрировала разнообразие художественных направлений и ремесел, объединенных общей темой – сила и красота творчества. Участниками выставки стали члены Клуба народного творчества «Наследие» и Ассоциация творческих людей Белорусского общественного объединения демографической безопасности. Работы талантливых самодеятельных художников и ремесленников Брещены, выполненные в различных техниках, будут украшать выставочный зал на Советской до 18 октября. Сегодня в экспозиции представлено произведение наших брестских художников и ремесленников. Выставка необычная, название говорит само о себе. «Магия творчества» – это не просто выставленное в экспозиции произведение, это в первую очередь отражение того глубокого творческого потенциала и состояния, которым обладает каждый художник, каждый человек. Экспозиция выставки совершенно разная. В экспозиции принимают участие как профессиональные художники, так и любители, так и наши граждане, которые только начали этот путь. Вместе мы села, вместе мы можем представлять разные техники, разные подходы. Каждый человек очень индивидуален. От ярких картин, полных жизней и движений до изысканных изделий ручной работы каждая работа удивляла и вдохновляла своей уникальностью и неповторимым почерком мастера. Вернисаж подарил шанс познакомиться с мастерами, которые поделились своими историями и процессом создания творческих работ. Я являюсь художником и участником этой выставки. На выставке моих представлено две работы. Это более летний, осенний пейзаж, там домик в деревне, работа маслом. И вторая работа, работа с сухой пастелью. Сухая пастель – это такие мелочки, которые втираются в определенную бумагу. Меня вдохновила китайская культура. Да, это наш танчао, Брестская пирамида, я ее так назвала. Но это, наверное, любовь. Лучшие образцы народного творчества представили и ремесленники, принявшие участие в долгожданной выставке. Соломоплетение, бисероплетение, резьба по дереву и многие другие виды ремесла разнообразили выставку и подчеркнули особую ценность традиций, которые бытует в Беларуси уже не одно столетие. Например, соломоплетение, которое входит в список наследия ЮНЕСКО. Ремесленники Брещена поделились своими навыками и процессом создания. Я сама ремесленник с 2017 года. У меня есть несколько направлений. Это декупаж, который пришел к нам из Франции, и белорусский мотив. Мы выращиваем сами лаванду, делаем саши из лаванды, с белорусского льна и белорусского орнамента. С этим летом я начала работать над сумками-шоперами с белорусским орнаментом-принтом. Эту выставку мы очень долго ждали, мы ее реализовали, впечатлений очень-очень много. Мы встретились в своем кругу, в тесном кругу, пришли много гостей, людей, которых мы еще не знаем. Мы очень рады, что они пришли и посетили нашу выставку. Умение отображать в своих работах красоту окружающего мира – это великий дар, которым обладают немногие. В каждую картину художник вкладывает свои чувства и уникальное мировоззрение. Это позволяет другим людям увидеть обычные вещи совсем под другим ракурсом. Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.